ВИЧ-положительные Отрицательная жена Надежда и ВИЧ-отрицательный муж Саши недавно поженились. У Надежды есть от первого брака здоровый ребенок, 8 лет. Муж Саши настаивает на рождение второго ребенка. Надежда инфицирована 6 лет, получает арт-терапию и очень переживает, что может заразить мужа. Есть ли безопасные методы зачатия? Как повлиять на малыша арт? Ваши рекомендации. Мне кажется, тут интересны сами мотивы мужа. Почему он захотел ребенка? Если он хочет заботиться о ребенке, то вот он и есть ребенок от первого брака. Если смотри, какие отношения к нему. Это, мне кажется, во-первых. Методы зачатия безопасные существуют, но что если ребенок, большой риск, в общем, показать на то, что большой риск, что ребенок родится... Все-таки получится. Они вам скажут, какой большой, всего 2%, мы читаем, мы знаем. Мы же арт-терапия применяем. Ну, как-то, не знаю, больше информации предложить по этому вопросу. То есть, во-первых, выдать информацию все необходимое, да? Да, то есть, показать, что существует, все же существует такой риск, что если. Вот что вы рассчитываете, если рассчитывать на худший, скажем, результат, исходя из худшего. Что вы будете делать, если все-таки будет результат, не тот, который вы ожидаете? Да, вот подумайте об этом ребенке, о малыше. То есть, вот, и, ну, если даже и будет здоровый, то вот тот ребенок, который от первого брака, что будет с ним, когда, допустим, жены не станет? Вот, вот, какое отношение будет к этому ребенку? Будет ли он его расти к своего? Если он будет ВИЧ-положительный? Если, ну, свой ребенок будет, там, ВИЧ-положительный. Вот, ну, как бы, то есть, дать полную картину, вот, конечно, настаивать на каком-то решении мы не имеем права, вот, ну, и сделать выбор, как бы, ну, им предстоит. Вот. Вот сразу вот просто... Ну, и рассказать о всех этих вот способах. Да, ну, конечно. Если они все-таки выберут для себя, да. Да, ну, вот, как бы, вот так вот, не знаю, Андрей Маслович. Ну, так же, я думаю, безусловно, надо обратить внимание Саши на тот вопрос, что ребенок к моменту прогрессии, как оно прогрессит, а болезнь будет через 15 лет, да, или как он называется? Ну, прогрессирование болезни, да. То будет ребенок не готов ухаживать, не за матерью. И есть же шанс еще огромный, да, там, в протяжении 10 лет, там, 70%, что Саша сам заболеет этой болезнью. Что и отец будет болен. Да, что и он... Не болен, а инфицированный. Инфицированный, да. То есть, ответственность отца уже ложится на то, что ребенок не будет в состоянии ухаживать за своими родителями. Вот. Ну, может быть, даже здесь поговорить о наличии бабушек, дедушек, насколько они будут... Ну, да. Так, объяснить, что, конечно, есть, в данной ситуации есть метод безопасного зачатия. Это, безусловно, в этом они и правы. И опасность заразить мужа, конечно, у нее всегда есть, безусловно. Потому что они, если они решили жить вместе, но рекомендации не давать. Свои рекомендации не дать. В смысле? Против зачатия. А, ну да, то есть, не быть против. Быть против. Вот я просто немножко еще скажу вот по этому поводу. Потому что тут быть очень осторожным вот с этими вот страшилками, пугалками. Потому что, скажем, вы скажете, что есть большой риск, конечно, почему большой, все 2%. Мы вот были там-то, там-то мы слышали, все 2%. Вы скажете, ну, а вот если вдруг, вот, они скажут, ну, вы знаете, риск рождения ребенка с синдромом Дауна, 1%, а тут 2%. Люди рождают же, они же не думают, а что вдруг, если. Понимаете, то есть вот, то есть мы вам говорим конкретно, что люди отвечают. То есть поэтому вот с этими страшилками надо быть очень осторожными. Они должны быть обоснованы. То есть это должны быть не страшилки, а факты. Вот смотрите, как вирус действует. Вот смотрите, что происходит. Вот в результате этого графика, смотрите, вот вы сейчас где? Вы сейчас вот здесь, через 15 лет будете здесь. Как развивается событие здесь, да? То есть вот постарайтесь даже будущее, как бы, сделать настоящим в их сознании. Вот, то есть все, что вы говорите, совершенно правильно, но надо делать это с форумом на настоящее. То есть вот так все, вся информация, все четко. То есть вы прям, понимаете, вы прям конкретно ситуацию избираете, она вот такая будет. То есть если к вам такие придут, вот так будет точно. Вот. Так, спасибо. Следующий у нас, пятый. Здоровая жена. Весь положительный муж. Весь положительный муж Виктор и Вич, отрицательная жена Маша, планирует встречать ребенка. Маша знала о статусе Виктора, когда выходила замуж. В течение года после свадьбы у них была только однажды аварийная ситуация. Презерватив порвался. После этого прошло 8 месяцев, она сдала анализы, которые показали отрицательный результат. Они почти уверены, что и с зачатием будет все в порядке. Муж зародился Вич 8 лет назад. Чувствует себя хорошо и без ребенка не видит смысла жизни. Что вы им посоветите? Вообще, они молодцы в том плане, что жена, она знала о статусе Виктора. То есть когда они уходили замуж, это не было как-то скрыто. И в течение, ну вообще, в их половой жизни они предохранялись, это тоже очень хорошо. Но небезопасного секса нет. То есть был такой случай, что презерватив порвался. Очень хорошо, что после этого случая жена пошла и сдала анализы, но ей нужно посоветовать, что недостаточно сдать его только один раз, нужно постоянно проверяться. Каждый полгода, жена? Каждый полгода. То есть, прежде чем принимать решение, еще раз сдать анализ? Да. Но они почти уверены, что с зачатием будет все в порядке. Почти. Почти. Да. И тут они как бы смотрят вот так в будущее, то что вот у нас будет как бы все хорошо, мы почти уверены. Но, честно говоря, я не знаю, как им победить. Вот действительно, они, если мне скажут такой аргумент, что всего лишь 2%. Что им можно сказать, чтобы они... Это же правда. Это правда. Это правда. То есть нам надо с вами... Но чтобы это правда стало реальностью, им нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот эти все пункты, вот тогда будет 2%. Не, но все равно нужно объяснить, в первую очередь, что риск все равно есть, он и существует. Это первое, самое главное, что риск существует. А чтобы его снизить, нужно раз, два, три, четыре, пять, вот. Да, так что можете им показать какие-то методы. Методы это самое, да, установить, удочерить или еще что-то как-то самое в этом плане. И, естественно, я считаю, что неважно объяснить момент, что там проявляется через полгода вот это заболевание. Чтобы они знали, это невозможно, они не знают этого, что от шести до года этот самый не проявляется, этот анализ не дается. Ну, не от шести до года, а от трех до шести месяцев. Да, да, ну вот эту объяснительную яму вот эту, да? Ну, а на самом деле, два процента, это же довольно большой процент. Почему людям кажется, что это маленький процент? А потому что цифра такая маленькая очень. Это большой процент, естественно. Вот, и человеку надо объяснить, что это большой процент, а почему-то эти проценты достаются. Это же не две тысячных там процента, два процента, два ребенка из ста. Это много. То есть мое личное будет убеждение, что если существует такая вероятность, два процента, то я бы не стал. То есть вот я им просто скажу свое впечатление. Скорый кризис и что дальше? Ну, тут вот еще, что должно было напрячь в этой консультации. Можно я скажу одну мысль? Вот мне очень понравилось, что вы начали с позитива. Потому что, действительно, пришла пара, ну, будем так говорить, образец дискорданной пары, да? Вот эти вот Виктор и Маша, и они максимально... Даже срыв был, но все в порядке. Ну, в смысле, все в порядке. То есть презративные пользуются, друг за друга отвечают, заранее как бы сознательно вступили в брак. То есть здесь не чувствуется никаких ахов-охов, как вот отрицание болезни до свадьбы. Тут все прям так стабильно. Два человека так реально смотрят. Здесь действительно плюс. А потом уже, ребята, ну, давайте еще вот реально на это посмотрим, да? И еще на что можно сделать упор, смотрите, вот такая последняя фраза. Но он без ребенка не видит смысла жизни. А если не будет зачатие, ведь среди здоровых пар 25% бесплодных. Каждая четвертая пара не может иметь детей. Знаете, сейчас это киданы по нашей с вами стране. По России. Каждая четвертая пара не может иметь детей. По причине жены или по причине мужа или оба бесплодные. Но каждая четвертая пара не может иметь ребенка. И вот у вас не получится. Как он, как тогда он будет дальше жить? Что он будет делать? То есть здесь вот еще духовный компонент должен подключиться, да? Вот мы сейчас пойдем дальше на духовный компонент. Вообще в чем смысл жизни, да, по большому счету? Вот для ВИЧ-положительных людей еще, да? То есть он хочет просто реализовать свою мечту о ребенке? Ну, ее можно по-другому реализовать. Посадить дерево, родить сына и построить дом, да? Посадить печень, да. Построить тещу. Ну и последний, шестой. Да, спасибо. У кого шестой там? Вам после лекции подходит девушка рассказать свою историю. Мне 16 лет. Два месяца назад после чумной дискотеки меня пошел провожать парень Алексей. Так как я была очень под большим градусом, дома никого не было, и он воспользовался ситуацией, изнасиловал меня. А я даже лица его сейчас не вспомню. В милиции я не заявила, боялась овласки. Неделю назад мне сказали, что я беременна, и сразу предложили обувь. Но я боюсь его делать. Вдруг детей больше не будет. А вчера мне сказали, что у меня ВИЧ. Теперь я хочу только умереть. Ваши советы и действия. Ну, значит, сложной ситуацией-то оказалась девушка. Конечно. Возраст 16 лет. Первая реакция у нее шок, наверное, был после того, как сообщили, и то, что произошло, и еще сказали о лечении инфекции. Значит, у нее это вот шоковая терапия. Но эта вот сама ситуация, она, если рассматриваться с точки фактора этого, это не фактор к смерти, а фактор для того, чтобы изменить, наверное, жизнь свою, которая началась вот в эти 16 лет, вот с такой точки зрения. Все сразу стало негативным. Мы не знаем, правда, отношение ее родителей тут к этой ситуации. Ну, наверное, здесь вот, наверное, первые действия, которые консультанту нужно, это обратить внимание, что возраст молодой. И вот с ВИЧ и инфекцией теперь ей нужно жить уже, потому что это не фактор, который нельзя уже изменить. К нему нужно принять его, наверное, и принять. И вот здесь вот, наверное, переоценка ценностей должна у девушки произойти. К этому надо ее подвести, что жизнь не останавливается, жизнь будет идти, продолжаться. Вот теперь надо проконсультировать по всем вот этим пунктам программы нашей, что такое ВИЧ-инфекция, как с ней жить, как лечиться у нее, чтобы она была в курсе. Потому что уровень знаний, видно, ее был на нуле, если она позволила себе вот такую ситуацию. Ну, а потом вот здесь вот вторая проблема беременная. Как подойти к этому вопросу? Ну, беременность, как отнесутся, наверное, она открыт свой статус, наверное, вот она теперь... Родители. Тут и беременность надо открывать, и ВИЧ-инфекцию надо открывать сразу два статуса. Да, перед родителями, наверное, уже необходимо. Родители, наверное, тут опекуны, материальная сторона, наверное, не очень такая уж больно сильная. Поэтому нужно тут открыться и посмотреть, вот рассмотреть вот эти вот факторы, как они собирают в жизни ее. Что значит эти 2% будут для нее, как ребенка воспитать, она сама еще ребенок, что можно повернуть. Ну, все будет... Как родить здоровую. Как родить, что он, да, ребенок. Ну, все будет зависеть от ее вот этого вот осмысления этой ситуации, наверное. И, наверное, последнее слово будет за ней. Но я бы сказала, что вот самое главное ее, конечно, уберечь вот от этого шопа, который ее сейчас вот приседует. Да, желание смерти. Да, смерти это нужно, конечно, это вот... Показать, что это просто заболевание хроническое, это не смерть. Заболевание, в котором живут люди, живут вот подолгу, даже 20 лет. Ну, это вот правильное понимание какой-то ситуации. Профилактика, наверное, вот здесь вот будет. И вот знания, которые первоначально вот здесь мы на этом бурсе получили, как раз вот будут все точно для нее. И вот интересно, что... И интересно здесь, что обратить внимание. Вот я, когда эту ситуацию так вот отслеживала, думала, здорово, что она даже мысли не держит избавиться от ребенка. Да. Как вот в этом, может быть, даже ее как-то вот и поддержать, что... Молодец, да, что... Да, и есть такие, у нас и фильмы, вот они по профилактике абортов, и там буквально детишки от 5 дней, их уже видно под микроскопом, и там и так далее. Сказать, вот смотри, вот твой ребеночек. Знаете, очень здорово... Вот сейчас ему неделю, смотри, он уже вот... Сейчас уже больше. Ну, сейчас ты ему уже заходишь, если ему уже около 2 месяцев, скажешь, вот смотри, это уже 8 недель. Посмотри, какой он. Посмотри, вот его пальчики, вот его глазки. Представляешь, эти глазки будут тебе в глаза смотреть. И вот когда вот видит как бы своего ребенка, ну вот через вот призму вот видео, знаете, совершенно по-другому воспринимается. Вот сейчас от тебя зависит, будет ли он счастлив, будет ли он здоров, будет ли он... Будет он вообще жить. И тогда уже... Ну и говорите о безопасном рождении, как вот при родах, чтобы не передать ничего. Да, ну как бы это просто немножко дополнение к тому, вот просто, ну, те инструменты, которыми мы вот тоже пользуемся, чтобы помочь людям осознать ценность жизни и своей, и вот того вот маленького чайчика, который она носит в себе. Ну и делать упор на то, что теперь ей нужно изменить вот эти все чумные дискотеки, должны уйти на второй план, вообще, может быть, уйти из жизни. Потому что теперь у тебя есть не только то, что ты вещь положительная, самое главное, ты теперь мама, вот теперь должна о чем думать. Да. И вот как раз на 17-й странице, 12-й, вот вопрос, как провести беседу после получения положительного результата. И вот там как раз вот как бы три задачи. Во-первых, информацию донести. Во-вторых, на уровне чувств, вот правильно, с шоком как-то помочь человеку исправить. То, что чувствуешь, понятно, естественно. Было бы странно, если бы ты сейчас была совершенно спокойна. И радовалась этому своему положению. Ты плачешь, плачешь, ты шокирован, ты в отчетке, я тебя понимаю, да. Дальше, на уровне поведения уже дальше, здоровый образ жизни. И, конечно, правильно, межличностные отношения. Кому сказать, кто тебя будет поддерживать. Кто тебя поддержит, да. То есть совершенно все, в общем-то, да, консультация проведена. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ну вот, в общем-то, вы сейчас видите, что, знаете, действительно, эти очень жизненные ситуации. И что самое интересное, как только вы, ну, будем говорить так, явите себя людям, как люди, обладающие информацией в этом вопросе, вы сами удивитесь, сколько людей пойдет к вам с вопросами. Потому что, действительно, вот как та девочка, чье письмо мы засчитывали, говорила, что это не то, что рядом с вами вы не знаете, что есть вичинцы, это не значит, что их нет. Потому что люди скрывают свой статус, боясь его отказать. И они живут со своими проблемами. И как только они увидят, что есть люди, которые готовы им помочь, они пойдут к вам. И действительно, просто им нужна помощь, им нужна поддержка максимально. В общем, мы удивляемся нашему Господу, Творцу, потому что он всегда все дает вовремя. То есть вот пока мы не начали этим заниматься, у нас ни одного такого случая не было, чтобы нам пришли, там, вот, у меня вещь положительный статус. Нет, задавались вопросы, ну, это бы как бы про друзей. Да. То есть вот у меня друг, у меня как вот к нему относиться. Но как только мы этим стали заниматься, вдруг увидели такое поле деятельности. Столько людей, которые не могут открыться, не могут свои проблемы решить. Что с этим делать? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.